В Мытищах самый популярный эко-пункт по сбору тары находится в Парке Мира. С момента открытия фандомата, а это было в 2021 году, он принял почти 50 тысяч пластиковых бутылок и свыше 16 тысяч алюминиевых банок. Читала в Телеграме про то, что их здесь установили. И вот сейчас вот подошла, как раз прочитала инструкцию. Думаю, надо будет принести и сдать. Подскажите, бутылочку куда будете выбрасывать или утилизировать? В эко-пункт мы гуляем, в конце прогулочки обязательно сдаем в эко-пункт. Дома бутылочки тоже собираем и с мужем в выходной, потому что одной неудобно, приносим и сдаем их сюда. Сдавая пустую тару, можно получать скидки и бонусы и обменивать их на еду, аренду транспорта, покупку товаров или книг. Для этого нужно сдать пустую чистую тару в фандомат и получить чек с индивидуальным кодом в личном кабинете на сайте производителя эко-пункта. С 20 июня эко-пункты принимают только пластик. До этого можно было сдавать и алюминиевые банки. Тару необходимо загрузить в автомат по одной. Чем можно завлечь? Это, конечно, бонусами, которые взамен что-то дают. Это будет более лучшая мотивация, чем просто принуждать, что это будет полезно для населения. Также баллы можно отправить на благотворительность в один из трех фондов. Кораблик, второе дыхание, недорога жизни. Любая вторичная проработка отходов – это неизмеримый вклад в дело нашей природы, нашей экологии. Хочется отметить, что мытищинцы очень активно участвуют во вторичной проработке отходов, что вносит неизмеримый вклад в экологию. За прошедший год сдали более 250 тысяч единиц тара. И в пересчете на вес – это более 7 тонн отходов, которые отправились на вторичную проработку. По данным рейтинга компании RT-Инвест, мытищи вошли в десятку лучших подмосковных городов по сбору тары в экопунктах. Всего на территории муниципалитета находится более 50 фондоматов, где жители могут утилизировать тару. Екатерина Шарыпова, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. Редактор субтитров А.Семкин